Расскажите, пожалуйста, о вашей памяти Почему у собак такое необычное красивое название Русская салонная собака Здравствуйте Ну, название появилось как бы случайно Мы, когда начали выводить породу, устроили кастинг Кто предложит нам название этой породы И вот как-то вот кто-то предложил А почему бы не назвать русская салонная собака А сокращенно получается русалка Первые буквы от двух слов рус Сал, да, салонная Ика от собаки осталась Может быть какие-то еще общие черты С этими мифическими красивыми Немного опасными существами С русалками есть у них Ну, не знаю насчет мифические Помимо того, что Вот такой вот солнечный красивый цвет У них еще замечательный характер Они очень ласковые, добрые С ними и дети хорошо общаются И пожилые люди А как давно появилась эта порода? Порода появилась достаточно давно Мы давно работаем над этим проектом В 2013 году мы добились признания от РКФ Нас РКФ признала официально Теперь мы в клубе Российской кинологической федерации состоим И получаем уже родословный РКФ Но на международном уровне пока еще не признана порода? Нет, нам нужно еще долго-долго поработать Для того, чтобы нас признала официально Я знаю, что вы ветеринарный врач Вот расскажите, как именно появилась эта порода? В скрещивании участвовало достаточно много пород В основном это все девятая группа Начиналось это все, конечно, от Йорка Но от Йорка у нас уже здесь давным-давно ничего не осталось В основном участвовали это Йорк, Шицу, Той длинношерстные И вот получилось вот у нас с помощью долгого-долгого труда Вот такие вот собачки А как ветеринарный врач я вам могу сказать То, что мы очень тщательно отслеживаем наши линии Очень заботимся о здоровье наших собак Очень тщательно подбираются пары по здоровью, по критериям и по типу А виды окраса, шерстью этих собак какие есть? У нас есть чисто рыжий, это золотой Вот такой вот красивый цвет В стандарте есть белорыжие собаки Рыжемасковые собаки Рыжий соболинный, это вот такой вот окрас Потом соболь немножечко сходит Вот видите, черные волосики И собачка становится практически рыжая У нее остается немножко черных волосиков на усиках и на хвостике Вот видите Так что на любой цвет и вкус кому что больше нравится У собак очень красивая длинная шерсть Вот как правильно за ней ухаживать? Есть ли какие-то особенности по уходу? Особо сильно нет никаких нареканий на шерсть Шерсть у них не сваливается У нас в стандарте прописаны три вида стрижки С которыми владельцы могут выставляться на выставке Если у длинношерстных пород девятой группы У нас все собаки выставляются только в длинной шерсти Мы решили то, что облегчить владельцам и заводчикам жизнь По уходу за длинной шерстью И разрешили делать стрижки А как часто их нужно вычесывать? Вот дома очень много от них шерсти Они не линяют Шерсти от них нет Потому что нет ярко выраженной линьки Моются собачки раз в 10-14 дней Если это не для выставки, то обычным шампунем по уходу за шерстью А по характеру? Вот я смотрю на них, мне кажется, они очень-очень спокойные Это действительно так? Да, они очень спокойные Они в основном не гавкучие, не гавкают Особо сильно не доставляют каких-то хлопот Дрессировать этих собак можно? А как же! В нашей группе даже есть одна заводчица Которая со своими собаками проходит ОКД И очень успешно выставляется Подскажите, а насколько распространена эта порода в России? Пока мы не очень сильно распространены Численность достаточно маленькая Но нас уже люди узнают А нас уже многие знают Многие даже на улице проходишь и говорят Ой, это русская салонная собака Что уже очень приятно Поэтому мы как бы стараемся развиваться И развивать вот такую вот красоту Каждой ли семье подходят такие собачки? Ой, могу сказать, что каждый Они очень доброжелательные Уживают с любыми животными С кошками, с другими собаками Ни с кем не конфликтуют Между собой два кобеля Могут спокойно ужиться и жить нормально на одной территории Очень хорошо ладят с детьми Им поиграть с детьми Это просто вот великолепно Для пожилых людей это вообще как энергетик Они прижимаются При этом они не навязчивы Они не будут подходить и 150 раз просить Там типа вот погладь меня, погладь Если они видят, что хозяин пришел расстроенный С работы уставший Собака уйдет к себе на подстилочку И спокойно это дело как бы переживет До тех пор, пока хозяин не улыбнется И не скажет то, что я здесь Я с тобой Спасибо Русская салонная собака Это порода для любой семьи А еще больше информации о собаках Вы найдете на нашем портале Подшоптоп.ру